Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! Ведь в ночь 13 на 14 января ежегодно происходит маленькое чудо! К нам приходит Старый Новый Год! А сейчас я предлагаю немножечко углубиться в историю этого праздника. Старый Новый Год пришел в нашу культуру вместе со старым стилем летоисчисления. В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а Европа по григорианскому. Первый был создан в Римской империи и основался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь был более точным. Его создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве Вселенной. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни. Например, по датам на почтовых штампелях выходило, что телеграмму в Европе получили на несколько дней раньше, чем отправили в Россию. После революции в 1918 году большевики упразднили 13 дней в году, которые составляли разницу между нашим летоисчислением и европейским. Так образовались два празднования Нового года по новому и старому стилю. И я предлагаю вспомнить традиции старого Нового года. Васильева каша. По старинной традиции в этот день было принято щедро накрывать на стол. Рано утром необходимо было варить Васильеву кашу и следить за тем, как она готовится. Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали. Если горшок был просто полным, а каша наваристой и рассыпчатой, то можно было ждать богатого урожая. Если каша вылезала из горшка, либо горшок трескался, это не сулило хозяевам дома ничего хорошего, и кашу выбрасывали. Обряд посевания. Еще одна традиция рассыпать по полу зерна пшеницы, призывая урожайный год. В старину это с песнями и поговорками делали детишки. А хозяйка дома собирала эти зерна, клала в глиняный горшок и хранила до посева. Мы, конечно, люди современные, да и пшеницу мало кто из нас сеет. Зато ждем от наступившего года плодородия, в смысле богатства, хороших отметок и приятных событий. Поэтому можем точно так же рассыпать, собирать и хранить зерна. А вместо посева запросто можно перед следующим годом сварить из этих зерен кашу и съесть. Блюда из свинины. Интересен обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь на Старый Новый Год гостей непременно надо было накормить пирогами со свининой, вареными или запеченными свиными ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит свинина. На стол также обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия считали покровителем свиноводов и продуктов из свинины. И верили, что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в хозяйстве в изобилии и приносить хозяевам хорошую прибыль. А вот традиция лепить на Старый Новый Год вареники сюрпризами, появилась не так давно. Никто точно не помнит, где и когда, однако ее с удовольствием соблюдают во многих областях России. В некоторых городах их лепят почти в каждом доме, с семьей и друзьями. А потом устраивают веселые застолья и едят эти вареники с нетерпением, ожидая, кому и какой попадется сюрприз. Это шуточное гадание особенно нравится детям. Если попадется фасолинка, это к богатству. Сахар к хорошим событиям. Белая нитка к дальней дороге, красная нитка к короткой дороге. Пуговка к обновке, а морковка к новому знакомству. Калядование. На Старый Новый Год существует традиция калядовать, переодеваясь в звериные шкуры или просто до неузнаваемости ходить по домам, квартирам с песнями и весельем, петь, читать стихи, зарабатывая этим пироги, сладости и другие лакомства. И самым интересным и таинственным были гадания. Для девушек это было самое главное в святых вечерах. Они пытались узнать свою судьбу на предстоящий год. Выйдут ли они замуж, какой муж у них будет, какая жизнь. Христианская церковь не разрешает гаданий, но традиция гадать идет из самой глубины веков, когда люди на Руси верили не в Иисуса Христа, а в богов солнца, ветра и земли. Со Старым Новым Годом вас, дорогие земляки! Живите счастливо и в согласии со своими традициями. С праздником! До новых встреч!